Активной жизнью жил город на этой неделе. Подсмотрели, подслушали все редакции агентства Минск Новости. Самое главное в ближайшие 8 минут в проекте «Минский курьер». Меня зовут Любовь Луцевич. Здравствуйте. В 60 километрах от Минска находится место, которое влечет к себе неравнодушных людей последние 79 лет. Хатынь. Здесь 22 марта 1943 года были сожжены 149 мирных жителей. Это скорбная дата в истории Беларуси. Во вторник в Хатыни прошел митинг-реквием. Цветы к вечному огню возложило руководство города, в том числе председатель Мингородсполкома Владимир Кухрев. Сегодня, находясь столь памятный день, святом для наших белорусов в месте, Хатыни, то чувство глубокой скорби за тех невинных людей, которые погибли в годы войны, потому что в Хатыни было сотни у нас в Беларуси, и мы должны помнить об этом и рассказывать об этом. И нам надо твердо говорить о том, что такого быть не должно. Те события, история, она никуда не ушла. Она просто как бы скрылась за поворотом. И где-то там до сих пор 22 марта 1943 года пылает Хатынь. Это память о всех людях, мирных людях, которые стали жертвами политики геноцида, политики выжженной земли, политики нацизма. Поэтому память, она в нас. Были также делегации министерств общественных объединений, представители науки, культуры и спорта. А в столичных школах во вторник прошел урок памяти, посвященный годовщине трагедии. Ученики вместе с педагогами вспомнили и почтили минуты молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Ветеранов чувствовали в Минске. Праздник прошел в столичном дворце культуры ветеранов. Я ветеран труда. Это мой супруг. Он ветеран вооруженных сил. Он воевал в Сирии. Я в прошлом директор школы. Подполковник. Он командовал дивизиями. То есть мы ветераны. Это люди, которые за нашей спиной очень большой, богатый опыт. Интересный опыт. И, конечно, просто так дома не усидишь. Его надо с кем-то этот опыт поделить. Это общественная организация, которая состоит из людей старшего возраста, но которая внесла особый вклад и в защиту Отечества, в развитие, в восстановление разрушенного хозяйства после Великой Отечественной войны. Искренне рад поздравить вас сегодня с юбилеем. И сегодня, в этот праздничный весенний день, конечно же, мы очень рады, что вы всегда с нами. Лучших медработников города наградили на этой неделе знаками отличия за борьбу с коронавирусом. В такой торжественной обстановке еще один раз сказать нашим врачам спасибо. Ну и отметить лучших по итогам 2021 года. Наши ведущие учреждения в очередной раз доказали профессионализм своих команд. В определенной степени гордость, потому что тот многолетний труд, который я отдала своей больнице, он оценен. В нынешнее время вообще очень сложно сохранить все то, что ты знаешь, умеешь и приобрести новое. Они достались главврачам первой больницы, а также третьей, шестой и четырнадцатой поликлиник. Отличились руководители учреждений здравоохранения номер 19, 21 и 34. Знаки отличия за труд во имя жизни вручили на торжественном чествении в столичном храме памятники в честь всех святых. Постепенно столичные больницы возвращаются к привычному режиму работы. Это касается и роддома шестой больницы. Там началась дезинфекция. По истечении месяца родильный дом впервые за два года примет нековидных роженец. Дышите, не дышите, дышите. 109 раз повторили в этот четверг у столичной комаровки. Проверить состояние своих легких мельчане могли на протяжении всего дня. Для этого в Международный день борьбы с туберкулезом сюда привезли передвижную установку для обследования. Это наша передвижная установка флюорографическая. Здесь у нас наш врач-рентгенолог и рентген-лаборант. Можно сделать рентгенофлюорографическое обследование и сразу же наш доктор посмотрит и сразу выдает заключение. Очень удобно. Я рада, что я пришла сюда. Просто проблемы все время с дыханием, а давно не было. Каждый второй житель Минска выбирает метро. И пока в нашем распоряжении две полноценные ветки и несколько станций третьей линии, под землей идут работы. На станции аэродромные все бетонные работы, все конструкции уже закончены. Ведется отделка, укладывается гранит на полы, керама гранит по стенам. Ведутся штукатурные работы, уже работают электромонтажное управление, сантехническое, вентиляционное оборудование. Днем и ночью готовятся к открытию новые станции подземки. В данный момент здесь уже построен перегонный тоннель. Строился он из сборного железобетона. Вот они, стеновые блоки. Перекрытие монолитное. Этот тоннель будет белым. Он будет покрашен белым цементом. Здесь будут кронштейны. Здесь будет еще примерно на таком уровне находиться рельсы. Под рельсами будет опять-таки подлит путевой бетон. В Национальной библиотеке впервые за последние пять лет прошел съезд Союза писателей Беларуси. На нем собрались известные прозаики, поэты и литераторы со всей страны, а также из России. На съезде выбрали нового председателя. Им стал директор и главный редактор издательского дома «Звезда» Олесь Корлюкевич. Сегодня для всех нас, для всей писательской организации, очень важным моментом является сопряжение с теми общественно-политическими процессами, которые происходят и в стране, и в мире, и вокруг нас. Без выражения этой позиции лучше, наверное, не садиться за письменный стол. Меньчане – народ читающий, поэтому радость пришла к ним с открытием международной книжной выставки-ярмарки. В выставочном центре Белэкспо представили книги известных белорусских издательств. 29-я Минская международная книжная выставка-ярмарка объявляется открытой в «Добрый путь». Это у нас старейшее издательство в республике, нам уже сто один год, и мы участвуем в каждой год. И когда мы приезжаем на выставку, мы торгуем по издательским ценам. А еще посетители здесь могут скачать первое в Беларуси приложение для прослушивания аудиокниг «Читанка». Значит, на сегодняшний день там представлены произведения белорусских как классиков, так и современных авторов. Каждый месяц мы контент обновляем, и на сегодня мы приближаемся к цифре уже 80 аудиозаписей в этой аудиобиблиотеке. Вы еще успеете опробовать новинку? Выставка открыта до воскресенья 27 марта. Столичный кинотеатр «Мир» закрыли на ремонт. Реконструируют один из кинозалов. Кресла будут более комфортные. Удобно будет и вымыть руки перед покупкой попкорна. Туалеты перенесут на первый этаж с Цокольного. Кинотеатр откроют через полтора месяца. В Ботаническом саду диво-дивное, чудо-чудное – фестиваль фонарей, на который вечером слетаются любители красоты и ярких впечатлений. Это уже третий у нас фестиваль, но все фигуры, ни одной повторяющейся. То есть у нас новая тема, у нас сказочный лес и морская тематика. Фонарей у нас более трехсот. Здорово, да, молодцы. Очень интересно, красиво. Погулять есть где-то. Готовься не летом, а пляжи весной. Места, куда в теплое время года съедутся минчане, уже приводят в порядок к предстоящему купальному сезону. Новинки появятся почти на всех пляжах. Это и скамейки, и теневые навесы, и столы со стульями. В этом сезоне появятся пункты прокатов с водно-спортивным оборудованием. Все работы, которые выполняются на зонах отдыха, те же самые скамейки, которые изготавливаются, устанавливаются, те же самые лежаки и другие малоархитектурные формы. Это эскизы наших работников. Я надеюсь, что наши отдыхающие гости столицы оценят и им понравится. Целый час при свечах и в темноте предлагают минчанам, да и всем жителям планеты провести в субботу, 26 марта. Это самая массовая международная экологическая акция «Часть Земли». Ровно в полдевятого вечера выключится подсветка крупных городских объектов. В большей степени это, скажем, как символ, как привлечение внимания к охране природных ресурсов, тех, которыми мы пользуемся, и как следствие изменения климата и сохранения для будущего поколения нашей планеты. Со следующей неделей каникулы. Желаю всем школьникам провести это время с пользой, оздоровиться активно, отдохнуть и посетить развивающее занятие. Основная задача городских служб и образования города обеспечить максимальную занятость каждого ребенка в период каникул. У нас будет работать более 265 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования. Кроме того, в круглосуточном режиме будет работать три лагеря. Ближайшие выходные будут по-весеннему яркими и спортивными. В субботу в торговом центре столицы фестиваль по чирлидингу. В воскресенье минчан ждут на турнире по эстетической гимнастике «Сельфида-2022». 26 марта в Минске пройдет субботник. Кое-где будут даже конкурсы и акции с участием МЧС. Начало в 9 утра. Всем хорошей погоды, весеннего настроения и задумайтесь о чистоте своего города. Это был «Минский курьер» Любовь Луцевич. До встречи на нашем YouTube-канале. Субтитры подогнал «Симон»!